Любовница Тарзана хочет вытравить ребенка паром, шоумен готов купить сына Шульженко. Шоумен предлагает 3 миллиона рублей, чтобы любовница Тарзана Анастасия Шульженко оставила малыша ему. Любовницу Тарзана Анастасию Шульженко после походов на телевизионные шоу застукали в бане, пишет собеседник. Да не одну, а в компании эпатажного шоумена Гогена Солнцева. В интервью нашему корреспонденту Гоген впервые рассказал, что они делали в сауне, а также поведал, что сейчас Настя хочет избавиться от, как она утверждает, ребенка Тарзана, которого носит под сердцем. С Настей я познакомился случайно, говорит Гоген. Я, как и балерина Волочкова, люблю париться в баньке, хожу в парилку каждую неделю. В крайний раз заехал в сауну в подмосковных химках. Не успел раздеться, как ко мне подошла Настя. Она меня узнала и решила спросить совета, потому как очень переживает из-за той ситуации, в которой оказалась. Я не смог ей отказать. Она рассказала, что Наташа Королева обвинила ее в воростве и написала заявление в полицию. Да, но она поклялась, что ничего у Королевой не брала. Говорит, что Наташа сделала это в отместку, узнав об отношениях с Тарзаном. Какой жене это будет приятно. Конечно, Шульженко боится оказаться в тюряге, переживает, что Королева может подключить свои связи, и ее упрячут в камеру лет на десять. Я, как мог, ее успокаивал. Мы проговорили часа два, а то и три. Ходили в парилку, как следует попарили друг друга. Подожди, какая парилка? Она же беременна. Она сказала, что ходит в баню специально почти каждый день, так как хочет выжечь паром. Какой ужас. Я тоже был шокирован. Говорю ей, неужели ты такая бездушная тварь? Ты же не такая. Одумайся. В тебе живет твое продолжение. Разве можно даже думать о таком? Но она подавлена, раздавлена. Говорит, какая я мать. Я по сути еще сама ребенок. Девка в шоке. Я попросил ее оставить ребенка нам с Катей. Зачем он вам? Как зачем? Мы будем его воспитывать. Все знают, что мы уже давно мечтаем о совместном ребенке. Но из-за возраста моя старуха родить не может. Чудес в нашей жизни, к сожалению, не бывает. А тут мне встретилась Настя. Думаю, что это не случайно. Наверное, это знак свыше. Что тебе ответила Настя? Обещала подумать. Я ей предложил 3 миллиона рублей за то, чтобы она выносила ребенка для нас. Гены у будущего малыша роскошные. Настя очень умная и начитанная. Тарзан – накачанный. Мне очень хочется, чтобы Шульженко согласилась. У нее был секс с Тарзаном. Я лично ей верю. Не думаю, что она будет врать. Она – другая. Не такая, как все эти доморощенные светские львицы. Вполне адекватная, порядочная девушка. Мне кажется, она не способна навранья. Кстати, а Шульженко пьет. У вас на столе и выпивка, и сигареты. Нет, она пила только сок. Это мы с девчонками позволили себе немного. Я, конечно, не Ефремов, но после таких потрясений, которые происходят в моей жизни из-за бабки, грех не напиться. Но я к спиртному равнодушен. Настя мне, кстати, наговорила много комплиментов. Оказывается, она смотрела все программы с нашим участием и всегда мне сочувствовала. Может, тебе лучше бросить Катю и переключиться на Настю. Честно говоря, я не думал об этом. Она для меня слишком молодая. Меня пионерки не возбуждают, ты же знаешь. Что думаешь теперь делать? Уговаривать Настю оставить ребенка для нас. Мне очень хочется стать отцом. А что вы думаете по этому поводу? Пишите свои комментарии. И до новых встреч, дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон»!